друзья всем привет привет сегодня мы снимаем для вас очередное разговорное видео о переезде в краснодарский край о нашей жизни здесь будем отвечать на ваши вопросы которые вы пишете активно в комментариях продолжаете это делать мы читаем и обязательно в следующий раз если вы зададите вопросик ответим в каком-нибудь разговорном видео если вам интересно как здесь мы живем так что оставайтесь на нашем канале и смотрите а живем здесь уже мы пятый год так что присоединяйтесь пожалуйста да перед просмотром это видео обязательно ставьте лайк подписывайтесь на канал и поехали итак первый вопрос почему местные жители не считают лиман и морем у нас в районе темрюковском два моря черное и азовское большое количество облагороженных хороших пляжей поэтому у местных жителей нет нужды купаться в лиманах они там рыбачат но не купаются и у нас нет облагороженных спусков к лиманам но в других например районах краснодарского края люди купаются в лиманах например в еврейском районе мы уже снимали для вас видео где опрашивали местных жителей которые живут в станицах у лиманах они рассказали полностью всю подноготную о жизни там то есть если там комары действительно ли от лиманов пахнет как пугают как пишут на всех форумах если вам интересно обязательно переходите по подсказочки и узнаете гораздо больше нас спрашивают а вы можете узнать в вашем поселке приморский земельные участки продают с разрешением от археологических служб или без ну да как-то я пыталась просто обзвонить и участке который нас продается и хозяева сказали что у них нет никаких документов как бы и я предложила почему вы не как бы не хотите все это оформить чтобы у вас уже все было готово они сказали что им пока как бы не к спеху продажи участка и поэтому кто захочет тот купит вот такой ответ как бы как бы получила все верно на самом деле оформление археологического разрешения это дело очень сложное и долгое и хозяева участков просто ну не хотят как бы тратить ни деньги не силы не нервы поэтому участки стоят кто захочет как сказала мама тот купит вот такая позиция у продавцов участков так еще самое главное цена то возрастает мы приехали участок они продавали за 800 тысяч вот прошло сколько-то времени уже продают за миллион двести представляете миллион двести ничего не изменил ничего не изменилось а цена возросла на 400 тысяч вот я предложила говорю может все таки ну как бы старую цену поставить и у вас же ничего не изменилось как бы другие участки тоже продаются незавышенной такой ценой нет мы нет нам не к спеху пусть стоит такая политика и так следующий вопрос как станицах люди зарабатывают себе на жизнь но как и везде а как вы зарабатываете да везде одинаково все люди трудятся работают я считаю вообще даже вот сравниваю наш темлюкский район никто плохо не живет в каждой семье есть даже не по одной машине и между прочим эти люди не сдают жилье также все работают как и везде как и везде но если вам нужны высокие зарплаты конечно это нам нужно поехать там в питер в москву большие крупные города а здесь ну как просто люди живут обычно ну давай возьмем пример той же станицы тамань в станиц тамань развито виноградарство там есть что-то маня винзавод недалеко находится поселок волна где тоже люди работают какие-то продуктовые магазины обычные магазины администрацию школы садики больницы ну то есть как и везде вот просто на конкретном примере одной станицы можно сказать что вот примерно так везде у нас темрюкском районе во многих станицах их поселках есть свои винзаводы даже темно даже дополню наверное если даже у нас маленький поселочек ну как бы люди могут себе позволить на своей машине ездить на работу и как бы это нормально все единственное что здесь без без машины будет очень тяжело и поэтому люди имеют несколько машин в семье чтобы можно было как бы ездить на работу но они позволяют себе это не могут себе просто это позволить а это очень такой вот приятный комментарий который я хочу обязательно прочитать забавно слушать вас у меня невестка 7 севера тоже в шоке была что абрикосы падали и лежали на земле звонила родителям и говорит они по персикам ходят для нас конечно это было шоком что столько овощей фруктов они просто валяются и топчутся по ним проезжают машины то есть всего в излишки никто их не убирает и не собирает и для нас это удивление по моему даже до сих пор да до сих пор потому что сейчас даже спустя столько времени мама все собирает весь урожай с огорода вот согласись но ничего у нас не валяется не топчется все идет на какие-то переработки высушить можно все это даже гости приехали я все это могу им отдать то что там до могут собой увезти недавно например родители пробовали делать вино из инжира то есть вот так вот они используют продукты со своего огорода то ли она не получилась учила нет рецепт который нашли мы в интернете он неудачный кстати бывает и такое ну да ну на ошибках учиться но просто у нас на самом деле но много было его ну куда его девать решили взяли такой рецепт в интернете а он оказался плохим так что не всему можно верить что есть в интернете пока не попробуешь не поймешь знаешь что еще можно будет как-нибудь попробовать сделать мы не делали мармелад из своих фруктов ну да кармелад у нас заслушка стилей а дела пастила пастила пастилу да можно будет попробовать это вкусно потому что вот вспомните когда вы приезжаете отдыхать на море на рынках продают вот пастилу такую тоненькую ни разу не пробовала и мне кажется это очень вкусно надо попробовать сделать просто как-то все знаешь это вроде бы надо надо напишите пожалуйста в комментариях какой-нибудь ваш рецепт приготовления в пастилы чтобы мы попробовали и восхитились но она не трудно принципе делать я уже смотрела а пусть поделятся а пусть поделятся ну можно принять потому что вдруг у кого-то уже есть собственный способ идеальный производство пастилы вот это будет очень жаркий комментарий вы чего с луны свалились сама с урала но живем хорошо не голодаем и у нас тоже все растет конечно фруктов нет таких как на юге но яблоки груши сливы клубника и у нас растет и даже арбузы но вы удивитесь но летней кухне у нас тоже есть из какой дыры вы вылезли что всему удивляетесь но юга только отдыхать а жить там где родился вот такое мнение что ты скажешь на этот счет зачем вы вообще смотрите такие видео если так все у вас хорошо там я вообще удивляюсь и да вот так для чего смотреть заходить интересоваться как здесь мы чему мы удивляемся если у вас так все хорошо да мы знаем что на урале выращивают всякие за вас овощи слушая но у нас бабушка выращивает арбузы в теплице до в теплице выращивать арбузы мы знаем но на юге свои какие-то вещи которые нас удивляют но опять же зачем летней кухне у нас там если нас так холодно там да но все равно там не используется на так вот именно того чтобы пищу готовить но там зимой то печку топили ты же помнишь приезжаем печку зимой топим зимой игры летом летом и зимой летом там как-то летом хватало сюда это не надо было даже никаких летен лет не кухни так не надо люди удивляются что до сих пор есть саманные дома что здесь такого есть саманные дома очень много продаются они зачастую даже могут быть гораздо лучше чем только что построенные люди обшивают эти дома 0 и хороший ремонт и делают внутри на там даже вот домик такой стоит вроде невзрачный а внутри очень шикарный ремонт очень дорогой поэтому люди себя могут позволить купить и сделать там ремонт себе жители юга нам пишут я тоже живу на азовском море практически только в ростовской области шо на том море делать дословно читаю грязная экология швах рыба вся подохла и такие цены ну хорошо если вам здесь так плохо надо значит в другое место перелив где будет лучше что здесь вам будет веселей наверное да а пусть нам подскажут идея галу где лучше вообще экология где нет вот именно где все хорошо можем там на севере не жители севера вот вы должны обязательно вот сейчас написали вот скажите как вы думаете вот где лучше экология вот на севере где вы живете или жили или на юге я думаю что вы напишите что на севере куда хуже все эти магниевые металлургические заводы химические поэтому то что море грязное азовская ну это не такой большой минус это не такая большая проблема как бывает на севере когда люди живут вот рядом с заводами дышит постоянно вот этим вот всем но опять же я сравниваю вот если мы даже здесь сейчас живем нам здесь нравится но мы ведь никого сюда не зовем и не тащим мы просто делимся своей жизнью как мы здесь живем мы не приукрашиваем ну да море такое но нам как бы комфортно купаться нас это устраивает люди всю жизнь также ездят и на азовское море а но по-своему хорошо не нравится пожалуйста вы можете выбрать черное море просто поехать в веселовку покупаться и мы можем в крым съездить по римлязия у нас здесь такое место вот что мне нравится что у нас все почти рядом от блоком под боком под боком но краснодар ну далековато но 200 километров то в принципе не такое расстояние нет не 3000 километров отдохнуть развеется все рядышком но сейчас вот лично меня в краснодар как-то не очень тянет потому что наверно все уже посмотрели изведывали мы же для чего сейчас красно как бы вот ездим потому что но уже как-то нет смысла у нас вроде все куплено да и здесь можно все купить у нас из такие же магазины и хорошие есть что в тюмрюке есть можно и под заказ привезти не просто первый год почему первые годы почему мы ездили туда в краснодар часто потому что ты там живешь ты учишься и за днем все покупали а сейчас я вообще считаю что здесь можно все купить но еще наверное дополню молодежи конечно все таки нужно жить в краснодаре да для нашего возраста нам здесь нормально да молодым будет скучно я согласна с этим на сто процентов согласна но мы такие люди которые нам не надо развлечения никакие мы там-то никуда не ходили для нас было наверное больше это семья отдых на природе с друзьями к родителям вот мы правда никуда не хотели не тянет нас и здесь никуда не тянет у нас как-то вот мы такие домашние больше да поэтому если вы человек такой знаете не любите сидеть дома вам ведь будет скучно правда и так вот сегодня мы поотвечали вот на такие вот ваши вопросы были провокационные были очень интересные посмеялись и просто поговорили о нашей жизни на кубани я надеюсь что вам понравилось это видео не забывайте делиться этим видео в своих социальных сетях с друзьями пишите комментарии будем рады почитать оставайтесь с нами до скорых встреч пока пока пока